И снова доброе утро, доброе утро 7 марта. Завтра праздник. Мы, наша программа поздравляет всех прекрасных, всю прекрасную половину человечества с праздником. Ну и по сложившейся нашей старой замечательной традиции, обычно гость и гость женщин представляет мужская половина, получается. Человечная. Да, да, человеческая, как я могу сказать. И сегодня у нас не исключение. В студии сегодня красавица, певица, восточная женщина Бахара Ансар. Бахара, доброе утро. Доброе утро. Суступающим. Доброе утро. Вас также наступающим. Как у вас настроение? К сожалению, вас не могу поздравить. Нет, все нормально, все нормально. Вы вообще любите этот праздник? Очень люблю, потому что у меня и вообще имя само ассоциируется с весной, то есть как бы Бахар. Я по национальности уйгурка, а Бахар это на уйгурском переводе с уйгурского весна. Я родилась сама весной, в мае, и сама по себе я, можно сказать, расцветаю всегда весной. Это моя пора, поэтому я очень обожаю весну. А вообще знаете, в чем смысл этого праздника? Что-нибудь об этом празднике знаете? Это женский праздник. Что это всемирный женский день, когда женщины могут себе позволить все. Вообще он сейчас уже трансформировался именно в это. Ты об истории что ли это возникла? Да, ну там, Плара Цеткин. А, да-да-да. Это была шутка. Слушайте, ну а вот как для вас вот женское счастье? Можете, конечно, это очень сложно сказать, но вот для каждого же оно свое. Конечно. Что для вас? Для меня, во-первых, счастье быть мамой. Я вообще, я мама. Ну как бы я не открыла Москву. Правильно, в супе согласна. Все мамы, да. Ну, во-первых, я мама. Я вообще жизнерадостный человек. Я позитивный человек. Я сама себе всегда поднимаю настроение. Утром проснулась, посмотрела себя в зеркало, сказала, какая я красивая. Ну да, пусть будет не скромно, конечно. Ну и также в Инстаграме я всех мотивирую, всегда говорю, что нужно себя любить. Это все, вся проблема у нас, так скажем, в голове, да. Если мы утром встанем и скажем себе, что сегодня замечательный день, такое солнышко светит, такая погода. И действительно так и будет, поверьте мне. Конечно. Я знаю, что вы тоже об этом знаете, и поэтому я всех всегда мотивирую на хорошее настроение. Ну вот по вашему мнению, что у женщин получается лучше всего вообще? Ваш Инстаграм смотрим. Да. Ну вот у тебя что лучше всего получается? Ну у меня лучше всего... Готовить, любить, что? Ну вообще... Петь. Я люблю и петь, и рисовать, и готовить. У меня, знаете, я такой человек... В общем, талантливый человек, как говорится, талантлив во всем. Я не постоянно, я люблю заниматься всем подряд. Вот я не могу сидеть на месте, мне нравится. Вот даже сейчас вот мы в Инстаграме, это на выступлении, да, вот это видео, одно из выступлений. Мы сейчас устроили между блогерами батл. То есть как бы, да, вот наши еще такое не делали. Заключается в том, что мы даем друг другу жесткие задания. Жесткие, это как? Ну, например... Можно по-разному понять. Смелые какие-то, не такие... Ну, допустим, не каждый сможет такие задания выполнить. Не каждый сможет, да. Подойти за стол, где, соответственно, обедают люди. И просто взять тупо их еду и начать ее есть. Это класс. Какой-то пранк, да? Ну, это вот, да, это как и пранк, и в то же время батл, и кто кого, можно сказать, победит. Но она справилась с этим заданием. А второе задание я ей дала, когда я ей сказала, чтобы она вышла с уходовой маской с лицом. Да, на лице, вернее, прошу прощения, в халате, в домашних тапочках. И чтобы прогулялась по торговому центру, зашла в кафе и заказала себе чай. И она смогла это сделать? Она это сделала. Смелые девушки. Вы знаете, а в чем смысл этого? Вот какую цель вы приедете? Смысл в том, что это как бы шоу. У нас же люди любят шоу. А, это вы все-таки снимает, это же снимает. Это не просто так. Да, все-таки это такая платформа, люди любят, когда что-то смешное, на что-то интересное смотреть. И поэтому однодневно это все как бы надоедает. Я думала, может, это тоже преодолеваешь какой-то страх, какие-то нормы. Это, знаете, своего рода какой-то барьер преодолеваешь. Барьер психологический, да, раскрепощаешься. Мне задание дали. Мне такое задание дали, чтобы я просто взяла с собой простынь, подушку и одеяло, книжку, и пошла, значит, в торговый центр, поселила себе просто на скамейке и легла поспать минутку. Ну, это же до первого охранника какого-нибудь. Мы это сделали, вы знаете, мы очень рисковали с моим молодым человеком. Во-первых, мы зашли на первый этаж, это был торговый центр, на первом этаже не было никого. И нам пришлось подняться наверх, где сидят, где фастфуд, где KFC. И, значит, я просто взяла там и расположилась. Люди, конечно, были в шоке от меня, я вам честно скажу. А как вы снимаете какой-то скрытой камеры? Потому что если люди видят, что вас снимают, то уже никто не удивляет. Это была скрытая камера, вот у меня есть молодой человек, который нанимает с моим программом. Он умеет, да, обладает этого способности? Да, вот полностью он меня снимает. Незаметно снимать надо, да? Он все это снимал неожиданно, незаметно, и люди не понимали вообще, что происходит. Но вы знаете, своего рода это тоже такое развлечение и преодолевание своего какого-то страха. И когда ты это преодолеваешь, ты получаешь такой адреналин. И, во-первых, и люди смеются, всем нравятся и благодарят тебе за хорошее настроение. И себя чувствуешь небесполезным в этой жизни, ну, что ты продлил. Потому что взрослые женщины, когда тебе пишут и говорят, вы нам продлили жизнь на целый год. Спасибо вам ничего себе. Вот так вот. Ну, замечательная инициатива. Бахарна, давайте поговорим, вот мы сегодня все-таки в преддверии 8 марта. Скажите, пожалуйста, вот в чем, по вашему мнению, скажем так, особенность восточных девушек, восточных девушек, восточных женщин и, естественно, восточных мужчин? Особенность восточных женщин, в первую очередь, я думаю, это в мудрости заключается. Женщина должна быть мудрой, восточная женщина. Восточная женщина. Мудрой, дальновидной, мягкой, гибкой. Вот. Ну и, конечно же, грациозной. Ну, что еще? И, самое главное, доброй. Вот. Я так считаю. А вот скромной. Скромной. Самое главное. Скромной, да. 8 марта, вот всегда первым делом мы сами поздравляем мам своих, да? Первый звонок всегда мамочки. Это да, это да. Вот ты можешь сказать, чему тебя твоя мама научила и, может быть, чему ты сейчас учишь свою дочь? И даже не учила, а чему ты научилась своей маме, например, может быть? Ну, в первую очередь, я научилась у своей мамы мудрости. В первую очередь, это мудрости, потому что у меня мама, она такой очень прямой человек. Честности, то есть, у меня мама не любит, когда там кто-то сплетничает или кто-то про кого-то что-то говорит. Я таких женщин уважаю. Вообще, и не буду хвастаться, и, в принципе, мама вложила это качество в меня. У нее такой более мужской характер такой, да? У нее мужской характер, вы знаете, в какой-то степени я на нее где-то и похожа. Я тебя умоляю, знаешь, как мужчины любят сплетничать? Это и есть такое, да? Да, мужской характер. Простите, пожалуйста, есть такое. Не, я знаю, что мужчины любят сплетничать. Ну, не все, конечно, да, не все. Я к ним не отношусь, кстати. Ты-то не, ты, кстати, настоящий мужчина. Давайте посмотрим сейчас видео. Спасибо. Там есть, как ты маму поздравлялась. Ты можешь прокомментировать немного. Мы поздравляли маму с днем рождения. Это где было? Это было около дома. Мы неожиданно ее позвали в 12 часов ночи. А, она вышла на улицу? Да, мы ее позвали на улицу. Видите, она прям в пижаме, вот, в домашнем виде. Здесь, значит, моя дочь, мой молодой человек. Это день рождения, да, ее? Это было день рождения у мамы, да. 55 лет. Так, получается, вы пришли накануне, пригласили, не после дня рождения. Ровно в 12. Нет, ровно в 12, да, у нее 10 ноября день рождения, с 9 в ночь на 10, получается. Понятно, ну это интересно. Мы подготовили с моим молодым человеком этот праздник, заказали тортик. Мой молодой человек взял шикарные розы и неожиданно ее позвали на улицу. Она не понимала вообще, что происходит. Но сейчас это тоже как бы актуально, в тренде, так скажем, 12 часов поздравлять. Я говорю, пойдем на улицу. Она говорит, зачем? Я говорю, да блин, срочно надо, кто-то там, гости приехали. Она говорит, какие гости? Я говорю, пойдем быстрее. Выходим, там, значит, торт со свечами, цветы. Она не понимает, что происходит. Получилось неожиданно, но это был такой праздник. Я всегда маму так радую, если честно. Ну, замечательная. У нас есть небольшой блиц такой веселый, вы быстро отвечаете, буквально не задумываясь. Какое самое обескураживающее оружие женщины? Красота, улыбка, да? Улыбка, молодец. Какое имя носит очаровательная дама, которая передвигается фантастическим способом по ветру, называемому ветер-перемен? А, знаю, да. Какое имя ее? Я вспомнил. Так, ну, няня она, скажем так, поскажем. Она няня. И у нее еще... Фантастическая няня. Господи, забыла про этот фильм. У нее еще постоянно зонтик находится. Мэри Поппинс. Мэри Поппинс. Мэри Поппинс, вспомнила. Какой предмет удостоверяет красоту женщины? Это то, что ты говоришь, любишь делать по утрам. Какой предмет? Аффермация дня, смотреть в зеркало. Нет, какой предмет? Зеркало. Зеркало, да, да, да. Чтобы смотреть. Ну, да. Какую... Как зовут молодую особу, которая пренебрегает порядком и оттого все время не находит своих вещей? Про таких говорят ты... Ты... Меряха. Маша Растеряша. Растеряша. Маша Растеряша. Маша Растеряша. Так, какую песню поет перед сном мама? Колыбельную. Правильно. Обычно эта вещь согревает стужу, но иногда ее бросают к ногам. Что за предмет? Шубу, что ли? Ну, кстати, шуба, если бы. Ну, вот прям вот бросают, знаешь, вот как вызов. Да. К ногам. Я бросаю к ногам... Перчатка, друзья мои. Перчатка, да. А я, кстати, не догадалась. А у какой женщины душа Кошкина? А я та-та-та-та-та. На букву В? На букву В? На букву Б? Мадам Брошкина. Я думал, что вамп. Думал, что вамп, а это кажется просто конкретной женщиной. Сердце какой женщины склонно к измене? А, понятно. Да, это я знаю. Сердце красавицы, и он склонно к измене, и к перемене, как ветер моя. День рождения ваш, Майя. Майя. День рождения. Вот, про вас. Это апельета Кальмана, да, Эмра Кальмана? Друзья мои, а что, на твой взгляд, нужно не забыть с собой по пути на кухню для приготовления вкусной еды? Не забыть с собой мужа? Молодец. Хорошее настроение. Хорошее настроение. Без настроения еда не вкусно. Какая вы умная. Спасибо. А как зовут женщину, которая отличалась чрезмерным любопытством, и у которой, в конце концов, начались проблемы с носом? А, все понятно. Господи. Кому там на базаре? Да, любопытные. Варваре. Молодец. Нос от Варваре, правильно. А каким мужским занятием любят заниматься некоторые женщины? Вот прям мужское занятие, и вот они... Драться, драться. Нет. Мужское занятие? Они вот прямо прекрасную половину... Пилят. Пилят, да. А, пилят, да. Пилят. Ну, смотрите, такой суточный... Интересный, да. Практически мы рассказали о наших женщинах. Друзья мои, это правда. Сейчас у нас реклама, а потом мы услышим прекрасную зажигательную композицию от нашей прекрасной Бахары. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Вот такой прекрасный, вот такой, знаешь, вот такая точка замечательная праздничная в нашем мире. Вот такой бутончик, такой бутон. Да, да, да. Такой бутон. Я хотел сказать бы, что не только Бахара бутон, вообще все женщины бутоны. И ты, Гуришка, тоже бутончик. И, конечно, с вашего позволения, дорогие зрители, я хотел бы поздравить всех женщин Казахстана, да не только Казахстана, а всего мира, с этим замечательным праздником 8 марта. И пожелать вам всего самого-самого наилучшего, счастья, добра, чистого неба над головой и, конечно же, мира во всем мире. Хорошо вам отметить завтра праздник. Гуришка, разреши мне поздравить? Давай. Тебя. Ой, спасибо, мой дорогой. И Бахара, вас. Спасибо большое. Это вам. Друзья. Пусть эти цветы долго-толго стоят на вашем подоконнике, и не устали, и радуют вас. Спасибо большое. Все, Машин, нашим зрителям, мы вас любим. До встречи девятого. Пока-пока. Смотрите все выпуски программы Танго Студио на нашем YouTube-канале. Танго Студио на нашем YouTube-канале.